Спасибо большое. В день защиты детей поздравления принимают не только малыши, но и родители. Для воспитателя Галины Талыбовой это особенный праздник. Она мама троих сыновей и двух дочерей. При этом почти 30 лет жизни посвятила работе с детьми. Тяжело быть не только матерью пятерых детей, вообще тяжело быть матерью одного ребенка. Один ребенок, много детей, всегда нужно быть внимательным к ребятам своим. Важно их понимать, что они думают, что они чувствуют. Обязательно нужно держать связь. Конечно, здорово, когда тебе помогают, но не чем-то материальным, а просто действительно выслушивают, а не мешают воспитывать детей. Но вот, слава богу, на нашем пути всегда хорошие люди попадались. Как никто знает прелести большой семьи, супруги Севериновы. Вырастили двух своих детей, а теперь воспитывают 9 приемных мальчишек и девчонок. Парни помогают папе в ремонте, девочки любят готовить с мамой пиццу на всю дружную семью. Гостям в этом доме всегда рады. Утром, все тебе говорят, с добрым утром. Когда вечером ты приходишь, а они здесь все шумят, пищат, прыгают, бегают. То есть, как бы, ну, это, такие вещи нужно чувствовать. То, что, как бы, описывать, хоть сколько ты говори, но пока это не увидишь. Приходите к нам в денек побыть. Приходите. А еще одной нашей героине 1 июня исполняется 15 лет. Для нее неравнодушные взрослые тоже подготовили подарки. В день защиты детей родилась воспитанница Невиномысской школы-интерната Тонец Хавребова. Гостей именинница встречает в актовом зале. В маленький юбилей, наконец-таки, сбылась заветная мечта девочки. Теперь Тоня сможет не только смотреть фильмы и переписываться в соцсетях, но и заниматься своим любимым хобби – разучивать новые песни. В свой день рождения, который совпал с Днем защиты детей, Антонина поздравляет всех мальчишек и девчонок. Я пожелать хочу счастья, добра, успеха. И чтобы они никогда не болели. Такие дни добрых дел уже стали традиционными для регионального отделения Фонда социального страхования. Его специалисты стремятся окружить вниманием и заботой всех, кто нуждается в помощи и поддержке. Деятельность Фонда социального страхования всегда была неразрывно связана с вопросами материнства, детства, рождаемости. Для того, чтобы мы прирастали как государство в количестве жителей, то есть нам нужно минимум, семья минимум из трёх детей состояла. Поэтому мы и стремимся отмечать такие семьи, поздравлять их. Региональному отделению Фонда за долгие годы работы удалось собрать дружную команду единомышленников, постоянных участников таких Дней добрых дел. Каждый тянется к любви. И я думаю, что то, что делают сегодня, я ещё раз повторюсь, социальное страхование. Вы знаете, я уже на многих мероприятиях бываю, мы сами организовываем. Но когда люди такого уровня находят время для того, чтобы приехать, и здесь поблагодарить, и вручить, и сказать добрые слова, это стоит очень многого. Организаторы доброй акции призывают, помогать детям нужно не только в этот праздник один раз в году, а постоянно. И всегда помнить, что ещё много мальчишек и девчонок вокруг нас нуждаются в защите и внимании. Виктория Середа, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение.